Сегодня депутаты Госсовета собрались на завершающую в этом году сессию. Один из ключевых законопроектов рассматривает дополнительные меры поддержки семьи. Обо всем подробнее Дмитрий Ковалев. Программа регионального материнского капитала продлена. Законопроект Минтруда в двух чтениях приняли 39 депутатов. 100 тысяч за третьего ребенка в республике будут выплачивать еще на протяжении 4 лет. Воспользоваться средствами республиканского материнского капитала можно по трем направлениям. Это улучшение жилищных условий, получение образования ребенком, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации инвалидов. Начало реализации данной программы с 2012 года она у нас реализуется. Распорядились 4494 семьи на общую сумму 384 миллиона рублей. Региональный материнский капитал дополнит уже принятые президентом России меры поддержки семей. В ноябре Владимир Путин объявил о масштабной реформе демографической политики. Власти региона готовы к ее реализации. В Российской Федерации и во всех субъектах Российской Федерации внедрен принцип адресности и нуждаемости. Те малобеспеченные семьи, которые у нас есть, потому что мы признавали трудовые доходы невысокие, они, используя предоставленное право, получают государственную поддержку по тем направлениям, которые предусмотрены в наших документах. Здесь никакой полемики не должно быть. Депутаты Госсовета приняли поправки в законопроект Минздрава Республики. В ведомстве продолжают развивать информационные системы. С начала следующего года на лекарственные препараты начнут выписывать и электронные рецепты. На предновогодней сессии депутаты приняли 9 законопроектов. Глава Республики поблагодарил народных избранников за эффективную работу в уходящем году. В результате от этой работы, от эффективного, конструктивного взаимодействия, когда мы реагируем на сигналы, на обращения, когда мы на публичных встречах говорим правду, люди доверяют нам обетами и соответствующие вопросы, стабильная общественно-политическая ситуация вселяет, конечно, уверенность в завтрашнемне любого человека, любого гражданина Российской Федерации. Народные избранники поздравили и свою коллегу Елену Бадаеву. Депутату госсовета присвоили высокое звание почетных... На публичных встречах говорим правду, люди доверяют нам обетами. Стабильная общественно-политическая ситуация. Завтрашнее мне любого человека, любого гражданина Российской Федерации... Народные избранники поздравили и свою коллегу Елену Бадаеву. На публичных встречах говорим... Депутату.